всем привет меня зовут ольга и вы попали на мой канал тема сегодняшнего видео это сумочные бренды и какие типы сумок популярны в скандинавии если вам интересна тема данного ролика то оставайтесь конечно и смотрите это видео до конца ну и не забывайте подписываться если вы еще не подписаны на мой канал прежде чем мы начнем надо разобраться что такое вообще скандинавия скандинавия это такие страны как дания швеция норвегия ну здесь их объединяет общее культурное наследие а также практически очень похожий язык например шведы и норвеги язык похож на 85 процентов они без проблем понимают друг друг но датчане немножечко отличаются и это как раз таки обуславливают то что направление общее направление в мода тенденция в моде очень похожи и также конечно сумочные тенденции тоже будут схожи если мы говорим об общем таком стиле в одежде то бытует мнение что это такой скандинавский минимализм но это мнение где-то неправильно и зачастую она не сходится так как минимализм по сути это не минимум не минимализм а рационализм то есть скандинавы в одежде выбирают прежде всего практичность и удобность в основном они выбирают цвета таких спокойных базовых классических оттенков нейтральные цвета это оттенки черного белого оттенки бежевого серого и кстати они очень любят светлые тона у нас в швеции например но я в основном буду говорить про швецию так как я живу в швеции но девочки я знаю что у меня есть подписчицы которые живут в дании в норвегии вы мне пишите обязательно комментарии как у вас обстоят дела с сумками с брендами и подписчика будет очень интересно у нас швеции практически нет чернозема у нас здесь везде камень соответственно нету пыли поэтому скандинавы очень любят использовать как я уже сказала светлые оттенки особенно в обуви и в сумках также в основном идет акцент на украшения и здесь это акцент на сумки и шарфики и даже если это в основном тактичная можно сказать одежда главное чтобы это было удобно то шарфик может быть какой-то брендовое украшение или сумка тоже может быть какая-то брендовая и даже люксовая это в общем то что отличает скандинавов ну если мы посмотрим какие сумки какие типы сумок популярным скандинавии то здесь тоже на первое место выходит практичность на первое место выходит чтобы было удобно чтобы легко можно было встраивать в гардероб и комбинировать то есть такие можно сказать базовые модели и опять же в основном это базовые цвета вот например цвета это тоже могут быть оттенки черного белого серого бежевого редко когда вы можете увидеть например красные сумки такие акцентные вот например то что однозначно отличает меня от скандинавов то что я люблю ну конечно не то не только это то что я люблю яркий акцент сумках как вы знаете в моей коллекции есть несколько красных сумочек но скандинавы выбирают спокойные оттенки в сумок и конечно сумочные оттенки и сумочные типы это тоже обуславливает общей тенденции в гардеробе если мы говорим про типы и модели сумок то это в основном будет модель кросс боди то есть кросс боди сама она говорит за себя название это сумочка через плечо у нее обычно длинная ручка вы ее можете носить такой как кэжуэльный каждодневный вариант как спортивный такой стиль и также вы можете ее носить на плечо и тогда это будет больше как такой леди лайк вообще надо сказать что в скандинавии такой стиль больше кэжуэль спортивный с элементом элегантности если мы в общем в общем его охарактеризуем и второй тип сумок который тоже популярны в скандинавии это шопперы шоппер тоже название говорит само за себя это большая сумка вы можете носить на плече который вмещает в себя максимальное количество вещей идеально на работу идеальных путешествия сумку шопперы могут быть различные более такие массивные как одно время были в моде и менее массивные но главное что вот эти две сумочки кроссбоди и шоппер это две основные сумки которые обязательно должны быть в сумочной коллекции у скандинавской женщины да и в принципе вообще я считаю что это базовые модели я рекомендую вам всем их иметь как базовые сумки в своей коллекции в своей сумочной коллекции так какие бренды популярны в скандинавии но если мы возьмем средний сегмент то это такие бренды как то ребер этот бренд достаточно хорошего качества по доступной цене средняя цена сумочек как вы знаете 400 евро очень хорошие у них идет качество кожи фурнитуры у меня была эта сумка поэтому я могу сказать здесь в швеции очень любят эти сумки как раз таки за практичность за доступность это же многие сумочки можно носить и кросс как кроссбоди и они тоже смотрятся так более элегантно если вы их оденете будете носить на плечо и второй бренд такого среднего сегмента это марк джейкобс марк джейкобс у нас вообще очень популярен швеции но наверное это может быть обусловлено тем что у нас в инку главном универмаге есть отдельный стенд майк марк джейкобс то есть легко можно купить эту сумочку они хорошо перепродаются также на вторичном рынке и вы знаете что марк джейкобс был креативным директором у бренда луи виттон с 97 года по 2013 год это вот такая интересная справка возможно этим и обуславливается успех его бренда парк джейкобс на рынках скандинавии ну и вообще я думаю что в европе но если мы говорим про модели сумок марк джейкобс то популярны сумочки хобо это такие сумки которые были популярны один-два года назад вообще не приобрели популярность 60-70 года и были вот так периодически популярны эта сумка на плечо сумка такая не структурной формы достаточно мягкая но вместительная и вот шведы очень любят именно эту модель несмотря на то что сейчас эта модель уже не особо выпускаются у бренда они сделали полный ребрендинг все равно шведы покупают старые модели и носят той сумка вот это вот марк джейкобс именно модель хобо очень популярна новые модели кросс боди яркие и также вот это вот модель бокс они не так популярны но наверное из-за того что опять же яркость в цвете они не так хорошо встраиваются комбинируется в гардероб но а сумочка бокс которая похожа на шанель бокс в принципе я вообще не замечала здесь в стокгольме но напишите мне пожалуйста как у вас обстоят дела ваших странах носят ли у вас марк джейкобс вот эти вот новые сумки кросс боди яркие или сумочки бокс переходим к люксу если мы говорим о люксе то здесь однозначно на первое место выступает бренд louis vuitton мы имеем отдельный бутик в стокгольме louis vuitton который находится на самой главной улице и также мы имеем онлайн продажу веб-сайт не каждая страна имеет онлайн продажи возможно этим обуславливается также и популярность бренда louis vuitton это такой как я говорю массовый люкс то есть это люкс по если можно так сказать достаточно доступной цене ну достаточно опять же я беру в кавычках потому что сейчас многие могут сказать что она наверное здесь вообще зажралась что называет что louis vuitton это такой доступный люкс но если мы просто сравниваем с тяжелым люксом с той же шанель с тем же dior то louis vuitton есть более-менее какие-то бюджетные модели здесь на первый план выступает модель neverfull именно в конве дайме и бен но это действительно самая популярная модель здесь в швеции практически перед тем как записать видео я на две недели мониторила смотрела улице чтобы подтвердить или опровергнуть свои мысли и могу заявить вам что однозначно neverfull самая популярная модель в швеции но такое чувство что она есть наверное у каждого пятого если не у каждого третьего на следующий следующее место это пушет метис тоже в конве но эта сумка вообще популярна в европе и наверное также спиди тоже достаточно популярна хотя уже меньше чем предыдущие две которые я вам назвала менее популярные вообще сумки с кожи тот же пушет метис встречается но менее популярны ну а также сумка капуцин например которая мне очень нравится она вообще встречается очень-очень редко ну наверное потому что она уже не такая универсальная не такая может быть где-то практичная не так легко ее встроить гардероб следующий бренд который также популярен это бренд gucci тоже у нас есть отдельный бутик gucci ну и здесь модель это gucci мармонт в основном в черном цвете в таком простом черном цвете и также можно сказать gucci диско сохо но тоже в черном или бежевом цвете но никак не в красном вы знаете что мои коллекции как раз таки есть красная gucci диско сохо crossbody идеальная сумка crossbody длинная цепочка достаточно структурированная вместительная то есть идеально подходит как раз таки для скандинавского понятия о сумках crossbody и шоппер и следующий бренд который также очень очень популярен это бренд пальбари это английский бренд мы имеем тоже отдельный бутик здесь популярна модель by смотр причем достаточно вот это вот старая модель by смотр не модель которая похожа на келье а модели зиппи by смотр и также модель или то есть эта модель на цепочке которую можно носить и на плече и также носить crossbody универсальный мальбари бренд чтобы начать свою коллекцию опять-таки практичный люкс по хорошей достойной цене и следующее что популярно это сант лоран но мы не имеем отдельный бутик сант лоран у нас есть один мульти брендовый бутик и там есть некоторые модели сант лоран и здесь наверное популярна модель sunset опять же модель на цепочке модель структурированная идеальная модель как crossbody и также леди лайк можно сделать как на плечо в основном я замечала это черный цвет да наверное черный цвет и возможно еще такой серый цвет еще один бренд который хочу упомянуть это валентина и здесь конкретно молить модель валентина rockstar она популярна более у молодых носится она crossbody но у молодых наверное потому что все-таки у этой сумочки есть вот этот элемент металлических заклепок и он придает немножечко такой знаете спортивность меньше элегантность и более такой casual стиль также удобная сумочка вместительная и можно использовать ее носите как на плече и также более-менее доступна валентина для люкса бутика валентина у нас отдельно нету есть отдел валентина небольшой в инку и также представлены несколько сумочек валентина будьте брендовом бутики ну и если мы закончим брендом шанель то шанель конечно менее популярен чем louis vuitton например мальборин но тоже популярный бренд и здесь интересно догадаетесь ли вы какие мат две модели наиболее популярны можете остановить это видео написать мне в комментариях что вы думаете так вот наиболее популярные шанель classic flap именно размер джамбо да для меня это немножечко странно потому что для меня джамбо это тяжелая сумка не очень удобно она была у меня в коллекции я с ней рассталась как-то у меня с ней не сложилось не срослось но здесь ее очень любят именно эту сумку джамбо в коже икре очень многие ее выбирают а также вторая модель это шанель бой но опять же это соответствует всему тому что я сказала выше кросс-боди идеальная сумка кросс-боди структурированная можно ее носить и на плече тогда она будет более женственная а также можно использовать на каждый день как такой кэжуальный вариант я надеюсь что вы для себя открыли что-то новое что видео было информативным и конечно я вас жду в комментариях мне очень интересно пишите какие бренды какие модели популярны ваших странах может быть кто-то живет даме и норвегии повторюсь а также в европе очень будет интересно пообщаться в комментариях обсудить ну и мы с вами увидимся уже совсем скоро моих следующих новых видео всех обнимаю